Как рисовать контурный свет? Контурный свет – это такой тип освещения, при котором источник света находится за предметом. Свет направлен на нас, на зрителя. Первая особенность такого освещения в том, что предмет теряет яркость цвета, становится более темным, теряет признаки объема. А вокруг самого предмета появляется светящийся ореол, как бы контур. Поэтому свет так и называется – контурный. Но здесь важно помнить, что кроме основного источника света у нас может быть отраженный свет. Как, например, в натюрморте с кувшином и лимоном на кубике. В нижней части лимона мы видим яркие рефлексы от света, который падает на кубик, а на кувшине – от света, который падает на стол. На самом кувшине явно виден ореол, блики по форме кувшина. В портрете девушки лицо не настолько погружено в тень, чтобы мы не различали его черты, но оно все равно более темное, цвета более приглушенные, чем если бы свет шел с другой стороны от нас, например. И в то же время в волосах мы видим яркий контур, а также небольшие блики на носу и на краешках куб, которые также придают лицу свечение и подчеркивают черты профиля. На акварели с яблоком мы хорошо различаем насыщенный красный цвет яблока. Тем не менее, оно все равно находится в контр-ажурном освещении. Это нам дает понять контур, который находится за яблоком. А цвет яблока мы видим так хорошо, потому что сам свет очень яркий, и он отражается от стола и достаточно ярко подсвечивает цвет яблока. При этом само яблоко глянцевое и тоже хорошо отражает цвет. Обратите внимание на то, как меняется тон слева направо. Это прием работы с воздушной перспективой. Ближние к нам дома более темные, практически черные. Дальние растворяются в дымке и практически сливаются с небом. При этом сам контур домов плоский. Мы не видим объема в куполах, не видим объема в башенках или крышах. Весь контур плоский, хотя и меняется по тону, по воздушной перспективе. Это еще один пример того, что в контр-ажурном освещении предметы выглядят плоскими. Еще одна особенность контр-ажурного освещения – это падающие тени. Они падают на нас, и, как правило, они достаточно длинные, так как источник света находится низко, более темные у самого предмета в начале и постепенно рассеиваются к своему окончанию. Естественно, не всегда в композиции мы можем увидеть как таковые падающие тени. Но нужно помнить, что если часть предметов, как здесь персики, находясь во взаимодействии со светом, находится в контр-ажурном освещении, то и те объекты, которые как будто бы не находятся в прямом взаимодействии со светом, как стол или балка, на которых лежат персики, все равно должны находиться в тени и должны соотноситься по тону с тем освещением, которое мы себе задумали. А также важно помнить про воздушную перспективу, особенно если расстояния довольно большие. В данном случае у нас есть группа людей, которые ближе к нам, и тени у них более насыщенные. Группа людей, которые дальше от нас более размытые, и тени у них более бледненькие, более светлые. Сосредотачиваясь на изображении предмета, важно не забывать про среду, в которой он находится. При контр-ажурном освещении фон выглядит размытым, как бы таким немножко замыленным, засвеченным. Именно засвеченным, потому что свет мешает нам как следует воспринимать задний план. Как, например, на этом пейзаже мы хорошо видим все признаки, о которых мы проговорили сегодня. Рассмытый, засвеченный задний план, четкие контуры на камнях на переднем плане, четкие контуры дерева и плоские, без объема ствол дерева. При этом могут быть и более сложные композиции, например, как здесь, когда часть изображения находится явно в контр-ажурном освещении, как деревья, как горы на заднем плане, а часть изображения, как правая сторона картины, находится как бы подставленной такому скользящему свету. В этом случае нужно внимательно наблюдать за направлением света, по каким предметам он скользит, какие предметы встречают его преградой, тогда у нас получается контр-ажурный свет, а какие, может быть, наоборот, прям подставлены ему лицом, если такое тоже есть. Может быть так, что у нас есть несколько источников света, например, как в этом городском пейзаже, где есть яркий источник света, находящийся за мужчиной, и еще несколько источников света, фонари, которые находятся где-то по бокам. В этом случае мы всегда анализируем самый сильный источник света, и потом уже, если это необходимо, добавляем какие-то другие, и последствия, соответственно, каких-то других. Для портрета контр-ажурный свет является специфическим. Если вы наберете в Яндексе портрет контр-ажур, скорее всего, большинство портретов, которые вы увидите, будут в профиль. Как вы думаете, почему? Напишите в комментариях, с чем это связано. Все референсы к этому видео я выложу на своих площадках Бусти и Патреон. Ссылки вы найдете в описании к видео. Посмотреть и скачать их можно будет свободно. И если вам очень понравился какой-то из референсов, обязательно пишите в комментариях, и, возможно, я запишу по ним урок. Больше моих уроков также можно смотреть на Бусти и Патреоне. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, если еще этого не сделали. Рисуйте больше и, главное, с удовольствием.